ребята привет с вами рубрика разогрел и съел ну что все не перейдем сразу к делу сегодня у нас такие глобальные планы в плане колбаски у нас в общем-то сегодня очень многие люди писали о том что лег потестиру пожалуйста австралийский торговый дом одно время не видел его но потом в магазине кого-то везде завезли очень много разной продукции то есть начиная колбаски стейки чё там еще люляшки в общем да очень много у них всего мясного я так понимаю что они позиционируют свой продукт как премиум но это я вижу по упаковке да и тут ручная работа все дела короче они там за рецептами ездят специальные страны ради нас очень почитаем чуть попозже ну и разумеется соус сегодня взял на свой страх и риск ребята хайнс вот такой вот новый это такая линейка но она уже можно сказать уже и старая потому что и уже на где-то год я просто такого не видел томатный соус с хреном я в принципе хрен люблю мне очень нравится соус на основе хрена свежего лучше ну здесь посмотрим что используется естественно мне важен процесс кислинка мне кто-то писал в в к что лёг по тесте он не уксусный я же доверчивый товарищ то я естественно подумал ну давайте папа попробую что-то вы есть да и кстати говоря так как сегодня тестируем колбаски я хочу сегодня запустить два метода вы мне говорили о том что они у меня раз раз как сказать раскрылись да что не должно было произойти из-за того что я не использовал зубочистки или иголку не протыкал 1 вылетела поэтому сегодня я половину сделаю с зубочисткой половину без я хочу проверить мне просто кажется что она должна без зубочисток тем более когда производитель об этом не пишет все приступим что у нас по австралийскому дому вот такая вот упаковочка ну чё не выглядит очень прикольно вот честно хочется брать держать в руке то есть это конечно стоит нифига не дешево я сразу спойлер по цене не буду давать но стоит дорого на мой взгляд колбаски чуриза острые для жарки из говядины сделано вручную вот это мне очень понравилось но здесь наклейка скидка 30 процентов я уже об этом говорю уже миллион тысяч раз что в окей такие темы очень часто бывают когда срок годности подходит концу там три дня осталось 4 они делают мы сегодня купили сегодня приготовим все посмотрим вот по рецепту из испания так понимаю что у них очень много вот этих всех продуктов да то есть там у них и колбаски есть и по итальянские еще какие то есть разные то есть может сказать острые не острые весь понравится будем тестировать но мне любопытно посмотреть эту компанию потому что у них и стейков немерено мрамор на этой самой и мачете стейки уже в маринадах так что будем наверно проверять что они у нас тут пишут способ приготовления слегка смажьте колбаски растительным маслом ну так это впервые такое да не было такого да готовьте в соответствии с таблицей таблицы спас мы просто готовим положить колбаски на низками бумажные салфетки а что впитали излишки жира хорошо все сделаем по рекомендации я считаю надо делать всегда так как написано производителем нет ни половины тыкни планет но мне хочется просто людям показать и насколько это действительно работает как писали люди так и там тоже не писали мне проверить надо видеть это что видите как я настаиваю на том что вы предлагаете цените и так таблица приготовления на гриль нас интересует сковородка и духовка нам не интересно так мы находимся в уличных условиях обжарьте колбаски на гриле надо раскаленными углями со всех сторон течение 6 8 минут не так и долго по сути а что у нас еще тут написано сочные ароматные жареные колбаски это находка для гурманов специально для этих колбасок мы нашли оригинальный рецепт в испании вот видишь люди запариваются едут ради нас в испанию а я все сижу в своем 3 деревне но я тоже запариваюсь ребят честно колбаски делаются вручную и свежей охлажденной говядины извините нас там дом 7 делают из охлажденной говядины с добавлением специи трав ну ладно все понятно благодаря натуральной оболочке колбаски очень быстро жарится на огне или сковородке замечательно по составу можете поставить на паузу здесь говядины 80 процентов воды 13 процентов специи 5 и черевы баранье в чревы баранье это чтобы мало кто-то не знает это оболочка натуральная то есть она бывает свиная бывают бараника скоро сделаем колбаски научу как вас я прямо уже созрел на рецепт нашел хорошие ингредиенты так что будем скоро делать из рубленого фарша все как надо да кстати по весу 420 грамм соус соус хайнс но сейчас тут нам будут вливание лучше я думаю красивыми рассказами как они тоже ездили по каким-то странам поискали для нас этот соус хайнс там упаковка классная вот не знаю хайнс молодцы вот честно вот там наташ ну классно да ну согласись вот даже она мягкая но она прикольно выглядит но она как-то стильно выглядит что ли ты беру даже значит этот слобода кетчуп до берешь как-то пасов пасовсков блин пасовковский все сделано да как будто из советского союза кетчуп нет вот это совковые вещи любишь до содержимое нас больше интересует давайте почитаем томатный соус с хреном вода сразу а богатый изысканный вкус без консервантов игре монтис везде это пишут этот соус приготовлен шеф-поваром хайнс специально для меня чтобы вы могли сделать необычным самое простое блюдо сладкость томатов острота хрена без консервантов и гимо короче сделали опять же для меня все я сегодня просто чувствую себя какой-то звездой готовят для меня сегодня ну да ладно по составу вы можете поставить на паузу мы я уже говорил о том что если будет что-то такое эпичное естественная эти об этих консерван так буду бы здесь ничего такого про мне что прямо вредного все в рамках допустимых значений вот естественно меня интересует так что у нас хрен да хрен есть вот интересно она здесь здесь уксус натуральный они писали бы количество уксуса хайнс у меня для вас шикарная идея если у меня смотрите делайте на упаковках процентное соотношение уксуса у вас же вкусный кетчуп делайте чтобы кто-то покислее любит будет покислее покупать кто нет то нет даже классно и мне сам кетчуп нравится он мне кажется натуральный так вот уксус очень много уксусность надо ты знаешь некоторые остроту будет писать а хайнс будет уксусность писать я гениально наташ если вы тоже гениально ставьте лайк ну очень все мы посмотрели давайте вскроем упаковку посмотрим колбаски поближе и так варварский способ сегодня мы отменяем все открывается более элементарнее чем можно даже себе придумать упаковку отставим пока в сторонку слушай смотрите как это сделано грамотно значит сделал вот так у меня было полное ощущение я честно реально не скрывал до этого было ощущение что колбаски вот такие вот так у тебя тоже совсем вы смотрите вот вот смотри вот зачем вот это вот вот но зачем вы это делаете но я пойду визуально зачем сразу обманывать людей так самому ходу даже можно было сделать упаковку вот такую да не ну вы просто посмотрите на это это просто же я первый раз такое вижу так жесть вообще ну ладно конечно не могу я угораю какой-то бит вверх здесь написано может какая-то специальная упаковка почему зачем это лишнее место здесь сдалось не понимаю да ладно давайте сейчас мы сейчас я покажу наташа сейчас я сам посмотрю хотя бы что это такое вот она вот такая ну что видно что внутри что-то присутствует давайте взвесим так что у нас там на нолике стоит 1 лентару об поехали пахнет неплохо колбаски я смазал маслом как было написано что нет суждено вот это я не понимаю короче рассказываю в контейнере в этом находится еще один контейнер пожалуйста кто-нибудь ну наверно кто-то шарит а зачем это сделано ну то есть смотрите если здесь лежали сыр и эти колбаски да что можно подумать что потом сюда готовая положить так нет чего чтобы до мангала что ли донести удобней наташа предложила я тоже не понял еще не знаю напишите в комментариях может быть просто я не догоняю зачем это сделано ну да ладно ну конечно вот эта штука с окошком круто я прям вообще уважуха ребята так конечно круто я был полностью верю что они вот такого размера ну ах уж эти маркетологи ну да ладно что мы делаем значит я сейчас специальным образом не 4 я продырявлю 2 2 как вы сказали по вашему совету сделаю там был написано типа из серии 5-6 дырок колбаски я уже поставил на гриль по времени производитель написал от 6 до 8 минут где-то в среднем так наверное получится главное постоянно переворачивать как это сейчас я и делаю вот видите кстати очень удобно чем гриль выбор я вот уголь поставил ровно сюда немножко использовал буквально от пакета на одну одну пятую он такое количество колбасок этого точно хватит колбаски готовы по весу получилось триста пятьдесят четыре грамма колбаски пока оставим в сторонку займемся а кстати по поводу колбасок вот этого права вы видели никакой разницы нет вообще никакой единственное есть даже минус в том что прокалывать из нее сразу начинает выходить сок ну и какой с этого понт ребята поверьте мне я готовил колбаски домашнего приготовления это получается так что их не надо прокалывать нормальный производитель должны делать так что вот они максимум что должны писать маслом смазать еще что-то все игре и дырок делать надо вот вы видите ничего не расползлось все шикардос мухи какие-то летают непонятные давайте займемся хайнцем пока это все остывает выглядит кстати классно аппетитная пскал про их нюхаю стекло кстати хреном кстати пахнет и так по консистенция ну это конечно не те соусы которые интересно смотреть короче однородная масса здесь вот и все давайте пробовать в общем это уксус но тоже наверное это не надо есть чистоганом чуть-чуть на колбаску наверно нормально по поводу яркости вкуса никакой нет это такое чувство что это взяли хайнц обычный туда положили хрен он там постоял два двое трое суток хрен убрали все соус готов не у нее я вот почта тоже мы делали розбив с этим хреном из хрена тоже соус был русский вот он был интересней у нее чувствовался хрен яркий вкус был раскрывался здесь нет здесь здесь все забивает это уксус короче мне все ходится больше не буду брать что я понял что ожидать что-то от них еще это невозможно вот просто настолько отдаленный привкус хрена просто жесть нет по оценке 5 по оценке 5 не мое честно не мое очень уксусно если на чуть-чуть там положить на колбаску наверно да но не больше но еще хрена то это только еще в томатную пасту нужно еще добавить уксуса да ну блин все я больше хайнц не буду ребят не просите тестировать что я понял что они все по сути одинаковые там щечились а нет соуса типа сырным без томатных основ я буду тестировать а это я уже понял в одна и та же болванка которую прибавляют какие-то ингредиенты по чили хрен и т.д. т.п. так давайте разрежем колбаску посмотрим что у нас внутри ну вот в общем то вы можете наблюдать что они сочные внутри они готовы чувствуется очень рыжеватость я даже не знаю что это такое может быть это чили надо ладно давайте попробуем это очень остро но мы все смели единственный плюс что австралийский дом написал это на этикетке что это остро да это реально остро блин короче вот специи подобраны идеально это не просто тупо чили положено там да какое-то порошковое нет присутствует какой-то какие-то травы даже есть которые я даже не могу определить никак вот на зубок надо было почитать ну ладно там можно можно будет оставить на паузу почитать колбаски мне понравились по оценке ставлю девятку многие кстати спрашивали лег что-то уже десятки не ставишь смотрите как только будет год рубрики разогрева съел я хочу сделать целый список того что я тестировал исходя из этого открываю оценку 10 надеюсь на ваше понимание колбаски кайфовые фирмы я доволен единственный есть нюанс такой не очень приятно это это сделано специально я понимаю они же не обманули там вес как он был так он и есть да ну-ка ты ведь человек всегда смотрит визуально я и я я как раз повелся на визуально я подумал что они во всю эту пачку я взял довольно думаю нифига все такие здоровые 420 грамм там или сколько ведь а получилось так что они оставляют место вот это ну как-то мне это не очень нравится честно что-то вот какой-то обман чувствуется такое знаете даже не обман а как будто хитрость какая-то но вот чувствую что тебя немножко поимели но немножко совсем но на вкус это никак не отразилось действительно достойная говядина ничего не вытекло как видели рубленый фарш чувствуется сто процентов да ребята помните мы готовили при асколе наташ при асколе были вот эти когда вы все говорили что надо было по этой протыкать зубочисткой вот мы сейчас проткнули вы видели разницы никакой даже наоборот вот протыкать это хуже сок сразу выходит но это прописные истины в колбасках ну честно особенно когда вы делаете их домашние вот скоро будет рецепт я обязательно это покажу вам так да так по денежке получилось 290 рублей покупали в океи 30 процентной скидкой то есть где-то наверно средняя цена пом 350 или 340 рублей хочу еще тестировать эту продукцию честно мне понравилось молодцы ребята единство с упаковкой чего-нибудь сделали такой адекват ну как-то не знают немножко в состоянии того чтобы поимели меня прям мне не дают покоя ну да ладно по хайнса все сказал по моему делаем что а хайнс 56 рублей по оценке все сказал да вот такой вот выпуск получился колбаски очень сильно подойдут к пенному прям вот вы знаете мы с наташей сейчас мне просто за руль к сожалению а я бы сейчас бутылочку какого-нибудь какого-нибудь выпил бы в общем то есть так запить потому что вот такая упаковочка короче вот как на есть одну упаковку на человека это прям вот так вот будет футбик включите что там сейчас уже на чемпионат закончился конец сядете пожарите себе возьмете бокальчик пива вкусного сядете и в удовольствие съездить не пожалеете стопудово если вы любите острые какие-то интересные специи но они подобраны идеально здесь делаем выводы господа ну а с вами был как всегда алексей грильков подписываемся на наш канал найдет подписываемся на лайв канал ссылочка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока